здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас немножко странная тема я хочу поговорить о том почему дети с чертами раз и с аутизмом часто предпочитают английский язык русскому мы в процессе практики заметили что очень многие дети с аутизмом и раз выбирают мультики по-английски то есть если у них есть доступ скажем к маминому телефону где есть возможность открыть youtube то многие из этих детей быстренько находят там мультики озвученные по-английски и совершенно не готовы слушать мультфильмы озвученные по-русски собственно это явление похоже верно не только для русского языка но дети родители которые говорят на других языках тоже часто выбирают английский то есть мы наблюдали такое явление у детей которые должны разговаривать по казахски по украински по армянски я полагаю что есть еще другие языки где имеется такой же феномен собственно интересно почему это происходит мы полагаем что это может происходить из-за разницы в фонетике в русском и английском языках я буду говорить про русские но вероятно это тоже верно и для других перечисленных языков в английском языке очень мягкий выговор интонации очень мягкие без резких переходов нет резких звуков и вообще нужно очень прислушиваться для того чтобы понять что говорит вам настоящий англичанин кроме того в английском очень короткие слова то есть все базовые слова которые ребенок слышит в общем-то в этих мультфильмах они короткие 1 или 2 сложные там очень простая грамматика и в общем простые фразы то есть их очень легко запоминать и вот все все это вместе видимо и привлекает детей собственно чем английский отличается от русского очень много чем русская фонетика и русская грамматика они гораздо более сложные фонетика более резкая разговариваем мы гораздо более громко мы четко произносим звуки мы очень любим такие резкие звуки типа и вот когда например это все поется под бодрую мелодию то некоторым детям это видимо кажется очень страшно я например обожаю русский язык ну в общем могу догадаться почему дети вот могут реагировать на разницу на эту к моему удивлению дети которые должны были бы говорить по украински тоже предпочитают английский язык хотя на мой взгляд как человека русскоязычного фонетически украинский гораздо мягче чем русский правда возможно я просто недостаточно его слышала и как бы я не знакома с мультфильмами и с песнями но язык так вот на слух очень мягкий приятный но тем не менее дети все равно предпочитают английский если мы возвращаемся обратно к русскому языку то я приведу в качестве примера очень многие дети боятся мультфильма синий трактор там такая песенка с очень бодрой музыкой где там этот синий трактор везет кого-нибудь и вот есть дети с аутизмом или сразу которые эту песенку просто никак не готовы слушать они начинают возмущаться они закрывают уши в общем короче начинают очень нервничать это очень любопытный феномен и в общем если он есть то можно сделать некоторые выводы о состоянии ребенка во первых у такого ребенка есть высокая чувствительность к звукам есть гипертрофированная реакция на перепады громкости на более грубое звучание на более резкое звучание то есть р наше любимое который мы так добиваемся наших детей и когда мы это получаем то это р она уже потом присутствует всегда то есть на каком бы языке этот ребенок потом не говорил или взрослый такое явление обычно говорит о том что у этого ребенка есть повышенное внутричерепное давление то есть это означает что скорее всего у некоторые участки мозга воспалены и они просто как бы больше чем они должны быть и происходит давление там на все ткани при этом есть и положительные черты то есть ребенок отлично слышат то есть можно не сомневаться что ребенка отлично слышит и скорее всего ему не нужен никакой томатис эти же дети обычно имеют склонность закрывать уши если рядом кто-то плачет то есть какие-то высокие резкие звуки если кто-то кричит то опять же ребенок начинает нервничать может впасть в истерику в общем по нашему опыту если ребенок так себя ведет то его наиболее вероятный диагноз это инфекционная энцефалопатия то есть это может быть либо внутриутробная инфекция либо это может быть осложнение от прививки что-нибудь типа коревого энцефалита или вот что-нибудь вот из этой серии возникает вопрос действительно ли вот эти дети которые смотрят мультфильмы только по-английски действительно ли они выучивают английский язык вот что мы наблюдали мы что эти дети выучивают отдельные слова причем как правило первым выучивается счет то есть вот one two three эти дети совершенно четко как бы говорят практически все они их произносят повторяют те у кого интеллект лучше сохранен они могут выучивать целые предложения и могут даже где-то употреблять их вероятно некоторые иногда даже к месту то есть в общем можно предположить что у некоторых детей возникает даже понимание того что они смотрят и изучают мы ни разу не видели можно ли развить вот этот вот начальный английский у ребенка который он уславит из мультфильмов полноценный язык поэтому ничего про это сказать не могу поскольку родители тех детей которых мы видели они по-английски не разговаривали уж тем более не разговаривали с ребенком мы также видели что когда эти дети начинают выздоравливать то английским становится менее интересен и они потихоньку переключаются на свой родной язык то есть начинают называть предметы начинают произносить фразы и начинают смотреть другие мультфильмы вот такая вот интересная тема на самом деле я думаю можно было бы если бы задаться целью можно было бы собрать большую статистику может еще когда-нибудь и соберем всем хорошего дня до свидания